всем привет друзья вы на канале gadget page и сегодня у меня обзор сравнения двух моделей проектора фото с джимми а именно h1 и h2 детальные обзоры с распаковкой каждой из моделей уже есть у нас на канале так что в этом видео я наглядно покажу и расскажу про их отличия и также покажу сравнение как выглядит проецируемое изображение на стене устройство имеет идентичный комплект поставки состоящий из пульта управления и блока питания сетевым проводом у модели h2 этот блок питания кстати немножко больше чем у первой модели также в комплект к первой версии еще можно докупить вот такую пластину которая является чем-то вроде кронштейна для закрепления проектора на штативе с помощью соответствующего резьбового отверстия для версии h2 это приспособление уже не нужно так как отверстие для крепежа теперь приехал на корпус устройства что несомненно является плюсом к удобству новой версии с проектором h1 в комплекте идет замечательный металлический пульт управления который к сожалению в новой модели заменили более дешевой пластиковой версии который к тому же работает на батарейках а пульт от первой версии имеет встроенный аккумулятор и разъем micro usb для подзарядки да и согласитесь что сам по себе он выглядит намного более круче и на деле им более приятно пользоваться к новым моделям проекторов из линейки этот пульт от первой версии подключить увы не получилось у двух моделей отличающиеся расположение оптики и также во второй версии сбоку от нее появился глазок автофокусировки у первой модели шторку нужно открывать вручную а на новой модели это действие уже происходит автоматически при включении проектора на модели h1 также присутствует отверстие регулировки оптического зума который на новой модели не нужно также в обновленной модели заменили пластиковый элемент в оптике на стекло что является очень правильным решением так как были жалобы на то что этот элемент очень легко подвергался повреждениям h2 кстати позволяет получить проецируемое изображение на 20 процентов больше чем может выдать модель h1 с того же расстояния хотя характеристики максимального разрешения здесь на одном уровне обе модели могут выдать честное full hd разрешение на стену и также обе способны читать и воспроизводить 4к файлы для подключения различных источников сигнала и не только на задней стороне корпуса у обоих в распоряжении богатый набор интерфейсов здесь есть по паре hdmi и usb выходов также присутствует разъем для кабеля интернет и пара аудио выходов представленных одним оптическим spdf и одним обычным 3.5 миллиметровыми разъемами отличается на моделях только расположение всех этих интерфейсов и также расположение вентиляционных отверстий сзади и в других некоторых местах акустика harman kardon элементы низкочастотных динамиков у двух моделей находится в одном месте это нижняя часть корпуса но выглядят они здесь немножко по-разному и в принципе в обоих устройствах звук очень хорошего качества я не могу выделить какую-то одну из моделей на панели с кнопками первой версии также нет кнопки включения здесь эту функцию выполнять шторка оптики и выключается также проектор по закрытию шторки стоит добавить что модель h1 и h2 являются международными global версиями при том что промежуточная h1s была предназначена только для китайского рынка и в отличие этих не имела из коробки возможности поменять язык на русский но и также имела немного иную китайскую оболочку меню и вид интерфейс обоих проекторов это то с чем я вас уже неоднократно знакомил отличие здесь минимальный и весь интерфейс в принципе идентичен есть небольшие отличия только в присутствии некоторых новых настроек в более продвинутой версии а вот более значимыми желанными отличиями является увеличенная яркость новой модели h1 выдает яркость в честных 900 и nci lumen а на второй версии этот показатель увеличился до 1350 тех же nci lumen на своем экране вы сейчас можете видеть изображение выдаваемые проекторами которые были сняты в одинаковых условиях и также с одинаковыми настройками камеры в принципе в подготовленном затемненном помещении для комфортного просмотра 900 lumen первой версии хватает за глаза и отличие в прибавившейся яркости заметно только при непосредственном сравнении но они все же видны и для модели h2 это несомненный плюс который позволяет абсолютно комфортно смотреть проектор даже при включенном свете стандартного комнатного освещения данные других характеристик для сравнения вы сейчас можете видеть на своем экране модели h2 немножко поменялась начинка и стала на 1 гигабайт оперативки меньше но быстродействие устройства и работе в интерфейсе и приложениях отличий замечено не было и первая и вторая модель без каких-либо тормозов и подлагиваний справляются со всеми поставленными задачами беспроводные технологии подключения в полном объеме присутствуют также на первой и второй модели здесь это bluetooth высокоскоростной вай-фай подключения а также дилана и мирокаст и airplay в целом проектор h2 абсолютно полноправно можно считать продолжателем линейки и более современной моделью производитель учел множество недостатков прошлой модели и предоставил нам доработанную более современную новую версию устройства оставив при этом почти нетронутым форм-фактор дебютанта линейки отличие действительно есть и радует то что они заметны не только в списке технических характеристик увеличились размеры проекции и устройство и правда стало значительно ярче из этого видео сравнения я думаю станет понятно что при покупке модели h2 вы платите больше ну и получаете свежие более продвинутые устройства по сравнению с первой версией которая кстати говоря по всем своим характеристикам держится и сейчас на одном уровне с конкурентами по рынку являясь одним из достойнейших проекторов за свои деньги все актуальные цены на устройство вы найдете по ссылкам в описании под видео свое мнение или отзыв об одном из проекторов из обзора можете писать в комментарии а на этом мой обзор подходит концу не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайк если обзор вам нравится всем спасибо за просмотр всем пока